МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Мария Посыпает. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Защитим память героев! Саров присоединился к всероссийской акции. Необычный эксперимент творческой лаборатории прошла в Саровском драматическом театре. Не оправдали ожидания, хоккейный клуб Саров встретился со Спартаком. Далее расскажем обо всем подробно. Детей младше 16 лет теперь запрещено высаживать из общественного транспорта, если они не оплатили проезд. Президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон. Речь в документе идет о детях, которые едут без сопровождения взрослых. Действовавшие до сих пор положения позволяли высаживать пассажиров младше 16 лет, если они не оплатили проезд и при этом их никто не сопровождал. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что недопустимо оставлять ребенка из-за неоплаченного проезда одного на дороге. Это создает угрозу его жизни и здоровью. Также новые поправки изменяют порядок контроля и подтверждение оплаты проезда в общественном транспорте. Теперь региону разрешено самостоятельно вводить контролирующие механизмы. Акция «Защитим память героев» прошла в Нижегородской области 23 февраля. Волонтеры Победы, представители общественных организаций, ветераны, чиновники возложили цветы к памятникам, мемориалам и воинским захоронениям. Тысячи гвоздиков в этот день стали символом нашей памяти и уважения ветеранам и тем миллионам, кто не вернулся с самой страшной войны в истории. В Сарове в акции приняли участие ветераны ВМФ, депутат законодательного собрания Юрий Якимов и депутаты городской думы. Эта традиция возлагать цветы на разные памятные даты, она существует, конечно, давно, но вот, наверное, на 23 февраля у нас как-то было не очень принято. Но, в общем-то, на мой взгляд, это очень правильная традиция, которую, если ее и не было, то нужно ее зародить и поддерживать. Жители Нижегородской области могут присоединиться к акции «Защитим память героев». Ближайшее памятное место можно найти на портале «Я помню РФ». Выложите фотографии с акции в социальные сети с хэштегами «Защитим память героев 52», «Волонтеры Победы» и «Защитим ветеранов 52», чтобы показать, как много тех, кто чтит подвиг народа и такую важную победу для всего человечества. Нелегкими выдались праздники для саровских пожарных. Поздно вечером 21 февраля произошел пожар в квартире на улице Курчатова. К моменту прибытия подразделения огонь полностью уничтожил мебель, часть отделки и балконную группу. В результате пострадал один человек, спасено четверо. Причины пожара устанавливают. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Прямая телефонная линия «Ориентир» пройдет в центрах занятости Нижегородской области 26 февраля с 10 до 12 часов. Сотрудники областного управления, специалисты районных центров занятости расскажут о приоритетных направлениях профессионального обучения безработных граждан и ответят на вопросы жителей. Телефон прямой линии в областном управлении 8 831 234 07 18. В центр занятости в Сарове можно позвонить по номеру 9 84 60. Саровские спортивные клубы получили гранты администрации. Субсидии выделят по результатам конкурса среди социально ориентированных и некоммерческих организаций, работающих в области командных видов спорта. 500 тысяч рублей получит ХК «Саров» с проектом улучшения материально-технической базы и баскетбольный клуб «Атом» с программой «Баскетбол в Сарове от массовости к мастерству». В молодежном центре приглашает саровчан принять участие в муниципальном этапе всероссийского конкурса «Моя семейная реликвия». Он продлится до 8 марта. Работу могут присылать школьники, студенты колледжей и вузов, работники городских предприятий. Возраст участников от 7 до 30 лет. Принимают сочинения, рассказы, эссе, мультимедийные презентации или видеофильмы. Дополнительная информация по телефону 99-108. 8 саровчан сели пьяными за руль в праздничные дни. Всех их выявили сотрудники ГИБДД во время операции «Труба». Четверо из задержанных отказались от прохождения медицинского освидетельствования. Чем еще запомнилась минувшая неделя сотрудникам правопорядка, расскажем в следующем репортаже. В эти выходы сотрудники ГИБДД остановили почти в три раза больше пьяных водителей, чем в новогодние праздники. На неделе инспекторы также проводили традиционную акцию «Автокресла детям». Результаты рейдов неутешительные. Было выявлено 15 нарушений правил дорожного движения, связанных с перевозкой детей. Это управление транспортным средством, перевозка детей на транспортным средством без специального детского удерживающего устройства. Было составлено 32 административных материала за то, что водители перевозили детей уже без детского кресла, можно их было перевозить, но не пристегнутых ремнем безопасности. Как обычно, это делается на заднем сидении, добывается, что и на переднем сидении. На пешеходном переходе у дома книги женщина сбила 78-летнего пенсионера. Водитель остановился и попытался оказать помощь мужчине, но он заверил, что все в порядке. Через несколько дней у пенсионера все-таки зафиксировали ушиб левого бедра и синяки. Сообщение о данном происшествии к нам поступало и ранее. С 17-го числа нам водитель и очевидцы представляли информацию по ДТП. Значит, водитель была установлена в тот же день, а в отношении нее был составлен административный материал по статье 19.18 Административного кодекса Российской Федерации за непредставление преимущества на пешеходном переходе. Перед праздниками активизировались мошенники. Саровчанке позвонил мнимый сотрудник банка и сказал, что на ее имя оформили кредит. Чтобы не стали начислять дополнительные проценты по задолженности, женщине нужно оформить кредит заново. Гражданка оформила кредит через приложение онлайн-банка. После сняв денежные средства, перевела их на предоставленный счет злоумышленников через банкомат уже стационарный. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса мошенничества. Разными долями женщина перевела преступникам 240 тысяч рублей. Правоохранители напоминают, что нужно быть бдительнее, когда дело касается денежных операций и персональных данных. Сотрудники банков никогда не рассылают сообщения о блокировке карт. В телефонном разговоре не спрашивают конфиденциальные сведения и коды. Не требуют перевести средства на другой счет. Дарья Козина, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей. Саров-24. Всемирная организация здравоохранения определилась со сроками окончания пандемии. По мнению директора Европейского бюро ВОЗ Ханса Клюге, завершений можно ожидать в начале следующего года. При этом худший сценарий позади, поскольку о вирусе уже известно больше, чем в начале пандемии, указал он. По мнению Клюге, вирус продолжит свое распространение, однако необходимости во всех ограничениях уже не будет. При этом специалист отметил, что это вероятное развитие событий, но точный исход определить пока нельзя. Что касается новых мутаций коронавируса, это нормальный процесс, поскольку вирус пытается адаптироваться к человеку, указал представитель организации. По его словам, ВОЗ внимательно следит за эффективностью вакцин против COVID-19 и за быстро распространяющихся новых типов вируса. При этом он отметил, что вакцины могут быть изменены для борьбы с новыми мутациями, если это необходимо, и их не потребуется создавать с нуля. По данным ВОЗ, число зараженных коронавирусом в мире превысило 111 миллионов человек. Из них почти 2,5 миллиона умерли. В России за последние сутки выявили 11 749 случаев заражения коронавирусом. Из них 397 в Нижегородской области. В Сарове за один диагноз COVID-19 поставили 4 горожанам. Из тех, кто госпитализирован, 42 в средней степени тяжести, 8 в тяжелом состоянии. Актеры и зрители Саровского драматического театра стали участниками творческой лаборатории в рамках программы «Территория культуры Росатома». Неделю приезжие режиссеры ставили с нашими артистами эскизы трех спектаклей, которые затем представили саровчанам. О том, что получилось в итоге, расскажем далее. Неделя в экспресс-режиме и творческой атмосфере. Сотрудники Театра нации в рамках проекта «Территория культуры Росатома» организовали творческую лабораторию. Саров стал 11-й точкой, куда отправились кураторы, молодые московские режиссеры, театроведы и критики. События лаборатории посетили более 500 зрителей, что стало рекордом среди всех атомных городов. Полтора года театр нас ждал, насколько мы знаем. Потом, к тому моменту, когда мы приехали, все были заряжены, все понимали, о чем идет речь, все понимали, что такое вообще проект лаборатории. Поэтому все, от директора театра Марина Владимировна до всех цехов театра, все активно участвовали и работали с 9 утра до 10 вечера. И, конечно же, все работали на общий результат. Молодые московские режиссеры Антон Морозов, Алексей Золотовицкий и Алексей Кузьмин-Тарасов совместно с Саровской труппой за короткий срок смогли создать эскизы новых спектаклей. К примеру, «Залечь на дно в брюкге» по пьесе Мартина Макдонаха многие знают как кинокартину. Впервые на сцене театра ее поставили именно у нас в городе. У меня сейчас жизнь связана, естественно, с кино. И я ни разу не ставил сценарий на сцене, мне захотелось это сделать. И я очень, естественно, любил этот фильм. Прорестал, посмотрел, что, по-моему, даже нигде не было постановок. И фактически это здесь первый раз. Поэтому захотелось взять это. Он хулиганский. И вокруг нас так много серьезного, что мне так хочется похулиганить чуть-чуть. Лаборатория стала местом для творческих экспериментов. Материалы, детали и подход к постановкам менялись на ходу. Эскиз шатуны по роману Юрия Мамлеева, который показали в подвале театра, стал для зрителей, актеров и режиссера Алексея Золотовицкого выходом из зоны комфорта. Кто-то был в восторге, а кто-то не оценил черный юмор про маньяков и убийц. В каком-то смысле подстраиваться под зрителя взалечь на дно в брюге пришлось и Алексею Кузьмину Тарасову. С недавних пор нельзя использовать ненормативную лексику, а она там очень важна. Это тот момент, когда очень-очень важно. И когда мне хотелось всегда больше, не потому что хотелось, чтобы персонаж больше ругался, вот приехал, вот так надо, чернуха, а потому что это очень смешно. Это очень смешной текст. Вот в этом я себя ограничивал. А в остальном я старался максимально получать удовольствие. Эскизы лаборатории показали, что современный театр многогранен и неоднозначен. Тем и прекрасен. За неделю саровские актеры получили невероятный опыт работы с абсолютно разными постановщиками и знания на мастер-классах по речи от Светланы Ивановой Сергеевой и принципах коллективности в театрах 80-х, 90-х и 2000-х от Анны Ильдатовой. Дарья Козина, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. 120 килограммов пластиковых крышечек собрали ученики Центра образования в рамках экологической акции. 8 мешков торсырья отвезли на станцию юных техников, а уже оттуда разноцветные крышки от пластиковых бутылок отправятся на переработку на завод. Всего в проекте приняли участие около 500 учеников, учителей и родителей. К 300 тоннам приближается общий вес пластиковых крышек, собранных в рамках экологической акции в России. В этой огромной массе есть вклады саровщан. В феврале в Центре образования собрали рекордный для Сарова объем пластиковых крышек – 120 килограммов. И это только за две недели. Сбор еще продолжается. В программе нашего работы «Экоотряда» есть разного рода акции, но почему-то в Сарове именно добрые крышки мало кто участвует. Мы решили, почему бы не бросить клич и не собрать этот бытовой мусор, который у нас отходы в каждом своей квартире, и сделать из этого действительно пользу. От 100 до 500 лет может занять процесс разложения пластиковой крышки в природе. При сжигании искусственный материал выделяет токсичные вещества, что тоже вредит экологии. Поэтому переработка – единственное верное решение, чтобы избавиться от мусора. Тем более, что вторичная переработка требует меньших затрат, чем первичное производство пластика. У экологического проекта «Добрые крышечки» две цели – сделать наш мир чище и помочь детям с ограниченными возможностями здоровья. В февральской акции в Центре образования приняли участие все школьники, а также педагоги и родители. Дети внесли просто огромными мешками, не просто какими-то маленькими пакетиками, а вот мешками огромными, маечками, коробками. Поэтому мы были, конечно, в шоке и отвезли отсюда вот эти вот 8 мешков, то есть по 15 килограмм. Проект «Добрые крышечки» существует в России более 4-х лет. Завод, который принял на переработку вторсырье, взвешивает крышки и переводит средства на счет благотворительного фонда. Крышка весит всего 2 грамма, и себестоимость ее очень мала. Но все же, благодаря усилиям экоактивистов, только в 2020 году собрали более 80 тонн крышек и на вырученные 3 миллиона рублей приобрели средства реабилитации для 17 детей. Две домашних встречи провел хоккейный клуб «Саров» в праздничные дни. Первым соперником нашей команды стал Таншаевский старт. Совсем немного не хватило «Сарову», чтобы сравнять счет. Итог встречи – 5-6 в пользу гостей. Затем наши игроки приняли на своем льду «Спартак». О том, как проходила игра, расскажем в следующем репортаже. Первый период встречи «Сарова» со «Спартаком» закончился со счетом 0-2. Переломить ход игры саровчане так и не смогли. К концу матча табло показывало 0-5, причем последнюю шайбу «Спартак» отправил наши ворота буквально в последние секунды. Ну, вышли, не настроились, не готовы. Может, праздники, может, еще что-то. Команда хорошая, Павло, в этом году. Там они и вратарь сильные, и вообще студенты хорошие. Поэтому задачи есть, деньги есть. Ожидали, что игра сегодня будет очень тяжелая. Ребята молодцы, сыграли сегодня строго по заданию. Вратарь нас сегодня хорошо оставил в игре в нужные моменты. Очень много бросков таких тяжелых поймал. Ну, и пацаны тоже много шайб на себя поймали и выполнили игровое задание. Это не первая встреча «Спартака» и «Сарова» в этом сезоне. Все прошлые игры тоже закончились для наших ребят неудачей. 6-4 и 6-5 в пользу тумботинцев. Тренер «Спартака», однако, считает, что «Саров» – недооцененная команда. И шансы в плей-офф у наших игроков есть. Ну, удивлен, что эта команда находится на последнем месте, потому что потенциал у нее намного больше, чем она набрала очков. И я думаю, что эта команда способна в плей-офф преподнести некие сенсации. 27 февраля хоккейный клуб «Саров» играет на выезде с Кстовской командой. Третий круг чемпионата Нижегородской области завершится 13 марта. На своем льду саровчане примут увачу. 20 марта начнется плей-офф. Екатерина Пенова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей «Саров-24». И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16» в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютюбе и смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Мария Посыпая. Всего вам доброго и хороших вам новостей.